А мы сейчас у нас в студии, собственно, создатель, координатор, руководитель проекта Зубр Павел Мариныч. Добрый день, Павел. Добрый день. Добрый день. Ну, давайте начнем. У нас первый эфир. Мы с вами открываем эту неделю эфиров, который каждый день, каждый день, 7 часов вечера мы будем в эфире, а 9 числа весь день. Напоминаем, чтобы вы не забыли, подключились и были с нами. Итак, Павел, проект Зубр, платформа Зубр. Рассказывайте. Ой, это все началось в январе месяце. Мы с друзьями-айтишниками как-то встретились обсудить Новый год. И, ну, как обычно, поняли, что в этот год будет наполнен всевозможными событиями. Вот. И решили создать платформу Зубр. В первую очередь, первая мысль у нас была, это создать самую большую базу, точнее, полную базу всех членов избирательных комиссий. Ну, а потом, со временем, как говорится, аппетит приходит во время еды. Мы решили создать платформу, которая собирает сообщения от наблюдателей о возможных нарушениях избирательного процесса. И выдаем это все в реальном времени. Мы хотели просто показать, как вообще в Беларуси проходят выборы, чтобы это видели все. Зубр — это вообще агрегатор сообщений от наблюдателей. К сожалению, у нас нет возможности проверять полностью все сообщения. Поэтому мы должны сразу оговориться, что речь идет о сообщениях о возможных нарушениях. Наблюдатели могут присылать сообщения об этих возможных нарушениях нам как в текстовом файле, так и прикреплять видео и всевозможные фото-доказательства. Среди наших партнеров на сайте — это, конечно, инициативы «Честные люди», это инициатива «Право выбора», и также мы будем брать материал от инициативы «Правозащитники за честные выборы». В общем, я думаю, что это будет самый полный контент. И обычные граждане Беларуси могут сообщать нам тоже, кстати, о возможных нарушениях в нашей социальной сети. Итак, Павел, вы отлично начали, сказали, что как-то перед Новым годом вы собрались с друзьями-айтишниками, и дальше, конечно, я предполагал услышать вот эту историю, что вы сели не в тот самолет и не туда улетели. Вопрос такой, как пришла сама идея? Почему вы с друзьями-айтишниками вдруг решили, а давайте? Ну, потому что мы знали, что этот год для Беларуси будет решающим, будут у нас проходить выборы. Мы знаем, как у нас проходили выборы в парламент. Мы проанализировали то, что 95 членов избирательных комиссий – это одни и те же люди. В общем-то, в 95% состава комиссии они не поменялись. Сегодня мы можем уже говорить даже… Стабильность она же во всем, правда? Во всем, во всем, да. Хорошо. Зачем вообще нужно наблюдать за выборами? Вот так тщательно, тем более, как вы планируете это сделать? Если общественность не наблюдает за выборами, то нет вообще никаких доказательств, что происходит на самом деле. Во всем мире выборы находятся под контролем наблюдателей общественности, гражданских инициатив, гражданского общества. В Беларуси мы тоже знаем, что все вот эти инициативы, за исключением честных людей, она новая, да. Но 26 лет занимались наблюдением, мы их вообще называем профессиональными наблюдателями. Это вот правозащитники за честные выборы и право выбора. Мы хотим как можно больше людей имело представление на самом деле, что происходит на выборах. Только когда независимые наблюдатели могут контролировать все этапы избирательного процесса, только тогда выборы могут проходить честно и открыто. Хорошо. Что сейчас, давайте, вот инициатива ваша, платформа Zubr. Да. Что сейчас она из себя представляет? Потому что есть вот эти стримы, которые будут, еще раз напомню, всю неделю, с 7 до 8 вечера, и 9 августа весь день с утра до, как правильно сказать, до позднего вечера мы будем вообще... До победы. Ну, кто-то же победит. Вот что сейчас представляет собой платформа? Ну, проект уже разросся до каких-то вот больших таких вот размеров. Это, ну, в первую очередь, это понятно, это группа разработчиков, которые делают эту работу по сей день. Это 50 и, по-моему, даже больше 50 волонтеров, это те, кто занимается обработками сообщений, которые приходят от всех инициатив к нам сюда в центр. Ну, и вот этот медиахаб, из которого мы будем ежедневно рассказывать о том, что происходит на участках. Ну, скажем так, это будут сводки с полей. Опять же, все то, что будет приходить на платформу Zubr. Все эти замечания о нарушениях, может быть, наоборот, похвалы и комиссии. Кто знает, что нам пришлют, вот это все мы будем освещать, рассказывать, как, где, в каком городе все это происходит. Да, мы все собранные нами данные готовы предоставлять всем желающим, всем людям, международным организациям, все у нас в открытом доступе. Павел, тут такой важный момент, нужно было, мне кажется, для начала сказать, вы сайт-адрес помните? Да, конечно, Zubr.in, и там вы в ссылке посмотрите все наши социальные сети, подписывайтесь, и будет очень интересно, я в этом уверен. Я вот расскажу все-таки, но надо же было зайти, посмотреть, увидеть. Меня очень порадовало то, что там создано, потому что, когда я вот прочитал в новостях и от вас услышал, что что-то, не будем скрывать, услышал от вас, что вот есть такая система. И я нашел, первым делом пошел, посмотрел свой родной город, и я понимаю, что на участке, к которому я приписан, вряд ли я кого-то знаю из наблюдателей, и зашел, посмотрел участок, который располагается в моей школе, в которой я учился. Нашли знакомые лица? Да, нашел знакомых учителей, да, знакомых учителей и классных руководителей, которые были и у меня. Вот, идите. И теперь я знаю, кто там, считают. Вот это одна из задач нашей платформы, когда мы кроусортим информацию о всех членах избиркома, нам активно, я не знаю, почему ты не написал нам ничего о своих учителях. Они замечательные люди. Но нам активно, я знаю, нам активно сообщают различную информацию граждане неравнодушные, кто находит также вот своих соседей в этих комиссиях, близких друзей. Всегда можно встретить соседа в лифте и сказать, я надеюсь, что по математике у тебя была хорошая оценка. Да, и сказать, я не знаю, как я тебе буду подавать руку, если ты украдешь голос у моей семьи. Или сказать так, как предлагает Павел. Спасибо большое, спасибо большое, Павел, спасибо, спасибо, что заглянули. Мы с вами не прощаемся, мы увидимся еще. Всем спасибо, я хотел бы сказать, сообщайте, проявляйте гражданскую позицию, сообщайте в наши социальные сети о всех нарушениях. Мы ждем фидбэка от граждан. Спасибо большое еще раз, до встречи. Спасибо. 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 Спасибо.